Доброго времени суток! Сегодня я пробовал игру от RotRot Studio и хочу сегодня сделать мини-обзор на нее. Она мне реально понравилась своим хардкором и тем, что подобного я еще на Андрюше не видел. Это игра DRIFTMANIA CHEMPIONSHIP 2, была первой версией. Я, честно говоря, в нее не играл. Вот, посмотрим, что это такое. Заставочки с такими спортивными японками. Машины здесь не лицензированные, то есть рандомные названия, собственно, с такой непонятной внешностью. Что интересно, здесь можно полностью... Хотя, в самом деле, в заставках тачки реальные, так сказать. Просто фотографии. Настройка распределения масс перед зад, высота подвески, передачное число и, собственно, отклик управления. Так, далее, что у нас? Есть музыкальное сопровождение. Ни хрена себе, можно кузов даже выбрать. Я даже как-то не в курсах был. Ну и я еще, честно говоря, много тут не разбирался с этой игрухой. Вот, графика, ну, не очень. Но тут весь интерес именно в игровом процессе. Вообще, можно графику на второй план. Вот здесь весь интерес геймплея. И вот приятно, когда... Кстати говоря, так вот картинка даже не очень погано смотрится. Значит, крайне сложно управлять, поэтому меня тут не ругайтесь на меня. Значит, справа у нас, собственно, дроссель. Мы дергаем. Максимальное значение. Слева у нас ручник. Управляется это все дело акселерометром. При выходе с трассы мы, собственно, не получаем уже очков. И здесь, кстати, очень интересно сделано. Перегазовка. Ну, достаточно реалистично кидает машину. И очень, очень все это дело сложно. Вот, приятное звуковое оформление. Ну, графика, я не скажу, что она шикарная. Она не блещет какими-то спецэффектами, она просто аккуратная. И я считаю, это вполне достаточно для комфортной игры. Вот. В плане геймплея, блин, это реально интересно. Потому что здесь надо заморачиваться. Здесь не надо тупо, как там в асфальте, жать на газ. И вообще забивать абсолютно на все препятствия. То есть, может там, грубо говоря, как кегли от стенок отскакивать. И все равно проходить на максимальное значение всю трассу. Здесь все намного интереснее. Здесь надо как-то вот координировать количество подаваемого топлива. Собственно, в камере сгорания мотора. Здесь надо вовремя дергать ручник, чтобы... Занос, правильно, кстати, задний ход здесь тоже есть. Есть индикатор повреждений. Я, честно говоря, еще не разбивал здесь машину. Надо быть вообще чертом, чтобы ее здесь разбить. Вот. Здесь именно проблема вся в наборе очков, которых мне никогда не хватает для того, чтобы... Я играю с помощью акцелерометра. Я не знаю, честно говоря, здесь есть ли другой вариант управления. Но, мне кажется, по-другому просто невозможно, потому что здесь иначе не хватит рук. Потому что одна игра... Ой, одна рука, собственно, выбираешь подачу газа, а другой... А другой рукой дергаешь ручник. Ну, я, как обычно, видимо, провалил задание. Хочешь поделиться? Нет, не хочу. В первой тройке. Ну, жесть. Я вообще не знаю, честно говоря, как мне тут надо играть, чтобы в первой тройке финишировать. Я говорю, очень, очень, очень сложно все. Ни хрена у меня не получается. Вот. Ну, поэтому вот это интересно. То есть надо придрочиться, чтобы пройти вовремя трассу. Собственно, игра стоит 63 рубля в маркете. Так что качайте, наслаждайтесь. Блин, это стоит этих денег. Это интересно. Вот. Собственно, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр обзора. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok